так всем привет данное видео по установке индикаторов и настройке mt4 я накидал скриншоты по ним сейчас немножко пробегусь значит изначально когда устанавливаете терминал он у вас может быть выглядеть черным цветом допустим вот такой вот такой примерно может выглядеть вам это не подходит и вы хотите белый цвет у вас там еще сетка сетка вот такая будет вам это нужно все настроить настраивается таким образом правой кнопкой мышки на зажимаемый график есть раздел свойства здесь вы можете выбрать тот график который вам необходимо можно палитру самим настроить здесь палитра можно настроить сбоку видно желтый черный мы выбираем белый белый цвет черные свечи сетку цвет красим белый выбрали покрасили следующую значит у вас вы можете настроить на самом графике разделитель периода по дням вот фиксированный масштаб давайте по порядку фиксированный масштаб что это такое зачем здесь галочку поставить здесь у нас есть когда мы на шкале где ценовая метка шкала да мы зажимаем левой кнопкой можем график сужать вверх-вниз но есть ограничение ведь дальше не двигается и график зажимаем мышкой не двигается если мы нажимаем галочку фиксированный масштаб что нам это дает дает возможность вблизи куда-то там на минутный график посмотреть тот участок который мы хотим изучить там да или еще что-то сделать или точно ход какой-то сделать это фиксированный масштаб для таких ситуаций дальше значит у нас есть еще показать разделитель периода эта функция нам показывает как у нас торгуется тот или новый период на графике от m1 до h1 это у нас в разрезе 1 день на h4 это у нас в разрезе как формируется неделя на графике месяц и неделя это как у нас формируется год давайте смотреть значит здесь у нас разделитель по дню на h4 переходим можем смотреть как формируется свеча недели на d1 как свеча месяца вот на w и mn это у нас формирование свечи года переходим к индикатора значит вы имеете данный значит пакет здесь индикаторы про некоторые сейчас немножко раз пообщаемся значит как их установить вам необходимо есть у нас раздел файлы открываем здесь есть открыть каталог данных открываем каталог данных и вот есть папка mcl4 у нее и ваша задача в раздел индикаторы все это установить все эти вот все инструменты которые есть уберем и устанавливаем туда дальше у вас есть возможность еще установить скрипты которые для работы необходимо удалять различные объекты с графика там и так далее выставляете take profit стоп лосс общий вот удалять лимитные заявки buy stop и sell limit и sell stop и удалить все тейки и стопы это как бы нежелательно вам это использовать потому что вы учитесь работать с тейками и стопами убрать все знаки с объектов удалить его произвел скрипты и здесь у меня есть общий где данные инструменты есть ну это более профессионально там уже кто сетками работает там есть по различным инструментам с определенным риском в соотношении риск прибыли вот и другие инструменты которые необходимы для работы в скальпинг или для работы сетками вот для вас это рано и это относится к курсу не к данному курсу значит вы установили данные инструменты в раздел скрипты ааа так давайте я еще скрин сделаю раздел скрипты данные инструменты в раздел скрипты я тут скриншотик сделаю в общем вы установили значит индикаторы дальше переходим допустим вы хотите создать шаблон то есть изначально когда у вас был график черный и на белый вы индикаторы загрузили вы хотите создать шаблон допустим сохранить сохранить как допустим 30 число заходим на какой-то другой инструмент как выбрать другой инструмент есть у вас обзор самих инструментов обзор рынка здесь вы выбираете нужно как его добавить допустим правой кнопкой нажимаем на график на сам инструмент на тикер здесь у нас окошко появляется окно графика выбираем выбрали окно графика вот у вас опять черный и вам нужно опять все это заново настраивать чтобы это не настраивать в разделе шаблоны заходим и нажимаем тот шаблон который вы сохранили все у вас настройка произошла теперь по индикаторам и описанию объекта да кстати вот по описанию есть у вас инструмент color level очень интересен допустим для построения диапазонов там или что-то нужно отметить вот вы используете какую-то какие-то линии там и так далее заходим в свойства допустим в линеечку правой кнопкой нажимаем свойства в разделе общие у нас описание тогда прописали у нас раз появилась но если у нас кнопочка в разделе графика показать описание нету у нас отображаться допустим мы пропишем здесь здесь у нас одна 161 не видно а если мы включим описание объекта у нас все это будет отображаться вот таким вот образом это полезная штука такая вот вам необходимо допустим все убрать можете загрузить новый шаблон а можно использовать скрипт скрипт допустим который убирает все объекты рисования с графика значит здесь звездочка такая желтенькая можно на нее нажать у вас получится этот список заходим в самый низ там где вас будут и убрать все объекты нажимаем левой кнопкой и перетягиваем на график раз и у нас все исчезло так значит дальше поехали перейдем дальше значит здесь теперь поговорим про наш индикатор который с алертами значит выглядит таким вот образом значит вам необходимо сделать произвести настройки как найти индикаторы которые у вас есть на графике нанесли свойство графика на свойство графика заходим здесь у нас есть список индикаторов заходим и у вас отображается весь список который вам которые индикаторы у вас здесь есть находим «Алерты», заходим в «Свойства», вам нужно поменять, во-первых, значение с трендовой линии на горизонтальную, чтобы у вас, ну давайте пойдем посмотрим к кому-то, может, трендовая будет подходить и нажимаем, значит, основные кнопочки, вот у вас четыре кнопочки, которые нужно использовать в работе вот у вас линии, вот ваша линия, при достижении которой произойдет, допустим, если мы колокольчик уберем только капельку оставим, у нас, если вы имеете несколько графиков, у вас будет просто мигать и вы обратите внимание, к примеру, если вы возле компьютера находитесь, если находитесь не возле компьютера можно поставить звуковой сигнал, вот, но когда у вас графиков не один, а много, вы будете путаться где же это сработало, тогда вам нужно поставить и капельку, и звуковой сигнал, если вы возле компьютера не находитесь, и вы будете видеть, слышать, если недалеко, вы услышите звуковой сигнал, можете прийти, среагировать и совершить необходимые действия по работе с графиком значит, следующий инструмент это FIBA, как его использовать, вот давайте я как раз экстра FIBA, экстра FIBA выглядит таким образом, свойства тут ничего не надо, стандартные стоят, вот, допустим, определили какой-то для себя пик, ну, допустим, предполагаете, что движение пойдет вверх можно сделать определенные диапазоны для фиксации, да, давайте сначала их несколько сделаем значит, нажимаем единичку, нажимаем единичку, у вас появляется перекрестие с пунктира наводите мышкой на, от какой, от какого уровня вам нужно сделать замер, вот, и отмечаете то есть, это вот короткие сделки, уровень A, вот этот уже отработанный, но мы его можем для себя отметить это уже по скальпингу, да, вот, и у вас есть здесь красные точечки, галочки, можем отметить их, и нажимаем, да, то есть, у нас отмечается уровень, вот, уровни, это зеленым добавил то есть, для этого движения, там, да, которое мы замерили, вот, первые цели, выгодные были выгодно можно было лимиткой от этого уровня купить с коротким стопом соотношение прибыли по этому FIBA еще есть отработка до этого уровня, другой момент, значит, мы хотим вот этот импульс забрать допустим, вот у нас есть FIBA, отметили уровни, вот, отмечаем, допустим, еще не отработанный вот этот нажимаем все галочками, и здесь можем удалить также FIBA, чтобы он на графике у нас, нам не мешал вот у вас цели по данному движению, должны понимать в этом фазе, то есть, вот эти уровни важны это на обновление пика, да, это среднесрочный, то есть, в этой структуре нужно брать фиксации ближайшие другой момент, вы хотите замер сделать по общему движению, которое здесь было, да, то есть, определить максимальную коррекцию, которая может быть то же самое, от минимальной точки вверх, то есть, вот у вас область коррекция, уровни, уровни, еще раз повторюсь, нужно отмечать ближайшие другой момент, вы хотите, можно здесь FIBA развернуть можно FIBA развернуть, есть такая кнопочка, вот, если вы хотите развернуть, есть разворот FIBA есть, вот здесь нажимаем на нее, и у нас FIBA разворачивается в обратную сторону, можем сделать замер в обратную сторону вот, значит, от этого движения у нас есть коррекция 38, и зона, где мы фиксации производим, допустим, в наших коротких позиции, наших коротких позиции, то есть, вот у нас цель была здесь, от этой точки цель была здесь, и цель была здесь, вот и следующее у нас, то есть, в этой зоне, где у нас точка разворота, то есть, в этой зоне мы ищем модельки на разворот в фазу накопления, или же в импульс то есть, пока мы торгуемся в данном импульсе не обновили пик, это у нас все идет коррекция в отношении к данному движению вот, и также можно все это нанести нанести и отключить убрать двойным кликом нажимаем, допустим размагнить или удалить вот, уровни остались фибоначчи убрали вот если вам алерты мешают, можно алерты не использовать вот такой момент по фиба так, надеюсь данный формат видео был полезен до встречи в следующих видео, всем пока